Если говорить о безналичной оплате проезда, то мы впервые реализовали пилотный проект еще больше года назад с помощью технологии, так называемой технологии Bluetooth-маячков совместно с компанией Mastercard, совместно с компанией Z-Pay, с компанией Transport было реализовано мобильное приложение, с помощью которого можно оплатить проезд в электрическом транспорте. На сегодняшний момент это приложение отлично работает и вот как дополнение к этому способу оплаты для того, чтобы лучше подготовиться, скажем так, к внедрению в систему электронный билет мы договорились с PrivatBank и внедрили еще один способ безналичной оплаты с помощью QR-кодов. То есть теперь через приложение PrivatBank в городском электрическом транспорте с 29 сентября возможно рассчитаться с помощью безналичного способа оплаты. Что нам это дает? По сути мы отрабатываем разные технологии безналичной оплаты и уже будем смотреть, какие технологии, скажем так, больше приемлемы для наших условий. Это раз, первый вариант. Во-вторых, мы приучаем пассажиров и даем им дополнительный сервис оплачивать не только наличными за проезд, но и с помощью каких-то безналичных форм расчета. PrivatBank достаточно крупный банк. Они, по сути, имитировали более 60% карт в Украине. И у них достаточно большая аудитория у мобильного приложения. Поэтому мы надеемся, что в ближайшее время достаточно большая часть наших пользователей электротранспорта будет пользоваться этим новым сервисом. Кроме того, в современном мире не у всех есть наличные деньги. И мы, в принципе, идем по пути без наличных платежей. Сейчас мы в качестве пилотного проекта уже поклеили QR-коды для безналичной оплаты на двух маршрутах. Это 10-й троллейбусный маршрут и 10-й трамвайный маршрут. В ближайшее время QR-коды будут установлены, напомню, параллельно с Bluetooth-маячками. Во всем подвижном составе у одесситов появится альтернатива. Здесь кому что ближе. Кто-то, например, предпочитает отслеживать движение транспорта онлайн и планировать свою поездку заранее. И для этого используется специальное приложение, в котором есть еще и возможность оплатить с помощью безналичной оплаты. Кто-то пользуется исключительно банковским приложением, ему не совсем интересно отслеживать движение электротранспорта. Он может просто открыть удобное для себя банковское приложение и оплатить с помощью QR-кода. Поэтому здесь нельзя сказать, что лучше, что удобнее. Это уже пользователи должны самостоятельно выбирать. Наша задача – это, первое, отработать технологию, второе, дать нашим пассажирам дополнительный сервис, чтобы они могли воспользоваться безналичным способом оплаты. Основная сложность внедрения была в том, что надо было договор адаптировать под наши условия, наши требования. Одно из ключевых требований на период запуска пилотного проекта – мы не взимаем комиссию ни с пассажира, ни с предприятия. То есть, по сути, это такой способ оплаты без комиссии. Поэтому тарифным комитетом Приватбанка было принято такое решение. Мы заключили договор, и сейчас мы, по сути, уже начали использование этого способа оплаты.